Сатун? Да. Окей, все круто. Всем добрый вечер. Я хотел вам сказать, что этот эпизод будет серьезно предыдущего. Ну ладно, давай посмотрим все-таки мои дебильные вступления. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прибывший на место наряд полиции обнаружил Сергея бегающим вокруг атакованной иномарки и выкрикивающим невнятные лозунги. Всего хорошего. Русские идут домой. Обыскав карманы задержанного, полицейские поняли, что же стало причиной его неадекватного поведения. Мужчина, ваша марихуана? Что? Марихуана ваша? Это за слово? Марихуана, трава. Правильно скажите. Русский человек. А вот и подозреваемая, баба Тоня, как называют ее клиенты. Задержана с поличным при продаже героина. И что характерно, уже не в первый раз. Нет у меня ничего, я ничего не делала. А в прошлый раз тоже ничего не делали? В прошлый год я вам сразу и отдала. Хотела подхалтурить. Вот, хотела подхалтурить. Вот, видите я. Без зубы. Без зубы. То есть вы халтурите наркотики продавая получается? Без зубы. Без зубы. Без зубы. Не все травлены. В vérité, что я хочу вам рассказать вам сейчас, есть у группускулы активисты, что я обнаруживаю и следующее интернет. И это группускулы в вопросе называется МАСС. Маладожные антинаркотичьевские спецназы. Что означает, литерально, «лежные спецназы антидроги». Для тех, которые не знают, спецназы, они являются антидроги. И ваше объекты в этом, это обучение, это защитит свой слой от дрова, для того, чтобы скрыть в них грая и не отражать. И ваше дизайнер. Не только, они длительные ресурсы с продуктами, но и ваше длина, и ваше длина, и ваше обычное, а вот, ваше длина, или ваше стадио. Ваше длина, сдача, или ваше продавление. Усего да, для них не длина. Ваше общество, Своя социей, с антидрога. Ваше общество, но и у него, в революбе очень минимум, противно на YouTube, которая, например, обранили многих своих видео. Их революция в революции в стране, и это не только не только. Нарко-стопы, например. Маск, по-другому, не смешно, не смешно. Но в революции в революции. И эта революция называется Спайс. Спайс, это что? Это революция в революции, но и очень мощная. Это был создан из американского химиста, который назвал Джон Офман. И в революции, что я встретил Аркадий Гритинский. Уже 22 лет, он лидер московский 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 московский. Я думаю, что он лучше для того, чтобы я узнаю больше о том, что он был на 4 лет. Школьник, пятиклассник будет подойти. Из этого и родилась такая большая проблема. Это как бы спаситая синтетическая марихуана. Но она действует абсолютно по-другому и конкретно на ЦНС. Дети там первый раз попробуют, даже взрослые. У кого смотри какой организм. Выкурят, либо глаз могут себе. Были случаи, выкололи себе глаз вилкой, спрыгнули с крыши многоэтажного дома из окна. Кто-то отривался, кто-то просто ходит люди как овощи. Присистематически, как они ходят, они никакие. Они не могут говорить. Вот проблема, это произошло. Для вас, это было не так. Что вы делаете? Ольга, что вы делаете? А здесь вы не видели, что реклама наркотиков прямо у вас на гараже? Нет, не видел, спасибо. Ну вот номер не видели, вот мы закрашиваем. Спасибо, вы знаете, мы закрашиваем его туда опять. Мы понимаем, да, вот видите. Спасибо. Когда видят они процесс задержания, то сразу у них вызывает бурю эмоций. Что вы, кто вы такие? Что вы делаете? И с бедным парнем думают, что мы его ограбить хотим или просто избиваем. То есть начинают за них вступаться. Но как только они узнают, что это человек драгдилер, бывают такие ситуации, что мы уже спасаем самого драгдилера от этих людей. Потому что если они узнают, что он продает этот бурю, они сами хотят с ним на месте расправиться. То есть, в 95% случаев, у людей такая реакция. Ну, бывает, конечно, что кто-то против, что это дело полиции, но таких очень мало. Если я смогу это сделать, это потому что я не знаю каких-то таких изменений на Франции. И, известно, я совсем не думаю, это было ничего такого. Как мы сейчас выясняли, то есть репрессионные правые и лечения. У нас есть, что я даже не знаю, что я много съемок, а то, что я показываю, что я не знаю, что это происходит. Но это важно, что, что они не имеют физические проблемы на первую очередь. Если там есть, то есть просто пара легитимой défense. После того, как он дилер был, там две стороны пугливы. Первая будет, что он будет подтягивать против потов и погибать во всеми. Но это, что, это были первые и антикеты. Вторая будет, что его используются лучше. И еще разумеется, что это будет расследоваться на тренировке, срежем сзади и обдос и до конца. И, среди этих спортивных техники, я очень радащит вас сражаться с двух лидерами в течение двух лидеров. Один матчей, да. Две люди будут сражаться на тренировке саблым, срежетом активистами. Мы можем видеть Аркадий в месте, который играет в течение игры. Я предположил, что я не был в этом, в том, что я не был в том, что я думал, на контакте, когда гладиаттер. Как еще разумеет? Вроде, ты берешь человек, у которого 100 пакетиков, 150 этого, в каждом программе. То есть и заедшего в полицию. И берешь там с двумя одним пакетиками. Ну, а по ним даже видно, по этим людям, что они рвут и первый, и второй день, и не извиняются, что говорят, я больше на какое пошел, ребят, я не знал. Ну, многие приезжие, реально некоторые не знают там. Дают там таджикам, узбекам каким-то. То есть, вот на, торгуй, мы тебе деньги в конце даем. Он даже не знает, что он просто раздает. Может даже догадываться, но не вникает подробности. Таких иногда бывает жалко. И поэтому в качестве, чтобы он извинился перед нашим обществом, то есть, ну, мы предлагаем на примере, ну, перед камерой показать, что спорта лучше наркотиков. Продажи наркотиков, потребление наркотиков. То есть, и вначале всегда мы предлагаем, ты можешь выступить своим оппонентом таким же барыгой, как ты, по боксу в полную силу. Так как если он не будет в полную силу работать со своим оппонентом, мы, тогда он станет каким-то из активистов. Если он отказывается именно от боев, тогда уже устраиваются спортивные мероприятия. Ставим там бег, там подтягивания. И как видим, что они уже конкретно устали, то есть, уже часа через два их отпускаем. То есть, после этого берем еще интервью. Понравилось им, не понравилось, какие они чувствуют, испытывают, что вообще об этом думают, то есть, уже у них, то есть, ребята, все, мы завяжем, то есть, я все понял, когда он два часа, он на максимум работает, понимает, что его сейчас могут отвезти полица, чтобы не сядь в тюрьмонду. Спайс, это зло. Занимайтесь спортом. Эффикас, ле метода ларус. После анализы, он может сказать, что МАЗ сетя с правой 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 правой. Но я задумывал вопросы по поводу авторитетов. Если полица сотрудничает с ними, или каждый делает их преступления с ним? И, и, это легальное, что это такое, в принципе? Полица поддерживает нас, но если они не на камеру. Если у них какой-то телеканал спросит меня о нас, они никогда не скажут, что они за нас. Потому что мы действуем, ну, можно так сказать, слегка незаконными методами. Они говорят, что это неправильно, лучше с нами cooperаться. Ну, если без камеры, они, конечно, за нас говорят, ну, что с ними делать? Мы не можем, законные такие, законные, по этой теме, по этим списам, мы не можем, уж мы ничего предвидеть. Правильно, ребята, правильно. Так, говорят, правильно. Мы не можем ничего предвидеть, а вы правильно делаете. Без проблем. Мы можем как-то корректировать, говорят, лучше вот так, вот так, можно его пассивить. Что Теркадзи мое объяснение, что она не хочет укрепиться на рабочую нанесет на таблицу, потому что Теркадзи не является правой наукой власти, в результате не является правой наркологического вооружения. И это не является правой, что не является правой нанесетной власти. Также, Теркадзи существует в различных условиях. У нас уже несколько тысяч тысяч называют их правой, и для того чтобы действовать правой, в процессе судчика будет между 9 и 12 месяцев уже предоставлено на дума, во время русских парламент, и что с ней вырежет. И что в основном, это важно для того, на новой дороге приступает на маршер-нор. И когда уникальный спайсер, это будет еще один видный cannabis синтетический, и это тогда, что создает церковь. В ходу встречу, Вадимир Путин в порядке для предложения решения о проблеме. В интернете, он имел его поддержку, но, несмотря на то, ситуация немного. Я сам думал об этом. Знаете, я смотрел на кадры, когда молодые ребята бомбировали наркотарговцы. Хватают их на улицах и так далее. У меня у самого возникла мысль, что этого никто не знает, почему эти мужики должны заниматься этим. Это говорит о том, что где-то глаз замыливается, где-то приобретает такой характер обыденности, где-то это результат коррумпированности правоохранительных органов. Ну что ж, надо просто с этим бороться. Он говорит, что смотрит наши ролики и поддерживает это. Он говорит, что это, конечно, неправильно. Неправильно не в том смысле, что мы их как-то задержим, а неправильно в том смысле, почему этим занимаются молодые люди, а они правоохранительные органы. Там он учитывает то, что где-то, значит, глаз замыливается у полиции или у какого-то чиновника, кто с этого деньги берет. То есть это нужно искоренять. Продолжение следует... интернет на проекты логи, которые они сами по-другому. Мои надо будет рецептировать наischen, и больше ДУМА будет готовить от артистов дела, в связи с 2-3 месяц. Если мы запомнили решение, это будет очень простой индустрии, с которыми не может разрушить и преодолеть две части. Я вижу ее в нем две части. Ты делаешь людей и фамиликов, но нескольких, вы можете найти в больших взглядах, и это от этого, когда это происходит. Другой женщина, в первую очередь, является исключением своей волны по-другому. И, как и женщины, остальные грязные или грязные дороги, В России были в 90-х годах большие беды. Как только СССР развалился, эта волна нахрунула на нас. Я думаю, что наркотики в России больше провели время, чем пьянство. По крайней мере, на данное время. Раньше много замечали, что парни, девушки бухают в подъездах, в переходах, на улицах. Сейчас то же самое бухают. Бухают, курят, пьют. Но уже... как на нашем интернете любят шутить. Пошло поколение турникменов, там... Миша Маваш и... Все-таки спорт. На самом деле, что Миша Маваш и... Это рэппор, который рекомендует свои идеи против алкоголь и дороги, и что мы часто смотрим в спорте. Слышные шутки начнут с хорошей стороны, но наши интернеты русские, у нас не придется в порядке и не трогать, и просто трогать. На мой взгляд, я думаю, что мы можем сделать это безусловно, что мы можем прийти в экстреме. То есть, что мы можем прийти в кухню, что мы можем быть спортивным. Как я сказал в эпизоде, мы знаем, что алкоголь креет дегас в стране, Я против этого, чтобы все люди пили или пили, как своих знакомых старались подначить, чтобы они этим занимались. Многие тоже так же спрашивают, что лучше, курить или пить. Кто-то говорит, да я пью, можно, а кто-то говорит, есть такие знакомые, кто-то говорит, я управляю наркотик, марихуану, и то же самое. Но это сравнение, как спрыгнуть с двадцатого и с тридцатого этажа. Какая разница? И только у всего один. И, конечно, они надеются, что один день этот вопрос будет остановиться. И если это так, активисты будут спокойно спрятаться, в том числе, что они сделали хорошую акцию для их страны. Вот и конец этого эпизода. Спасибо всем за ваше внимание. И если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал YouTube. Скоро будет еще новый эпизод. И, конечно, захотите на мой канал ВКонтакте и Фейсбуком. А, блин, через 10 минут метро закрывается. Еще раз спасибо. Меня зовут Вадим. Спокойной ночи.